Стать лидерами в России по развитию овцеводства. Такую задачу сегодня ставят перед Крачево-Черкесией совместно с группой компании Дамате руководства республики. И сегодня сделан еще один шаг к этой цели. В поселке Ударный Прикубанского района состоялась закладка первого камня нового предприятия. В церемонии принял участие руководитель региона Рашид Имрезов, председатель совета директоров группы компании Дамате Наум Бабаев и генеральный директор компании Рашид Хайров. Алла Динаева подробнее. В поселке, названном в честь ударников гидростроителей, произошло масштабное событие, которое послужит началом развития животноводства республики в целом. Закладка первого камня строительства нового предприятия по откорму овец группой компании Дамате. Поставили одну задачу стать лидерами по овцеводству в Российской Федерации. Я думаю, мы шаг за шагом к этой цели, к этой планке уже сегодня двигаемся. Надеюсь, у нас эта работа будет только все дальше и развиваться. Главное, что у компании четкое понимание того, чтобы поддержать местные крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Я думаю, эту работу мы также совместно и продолжим. География деятельности Даматы охватывает несколько регионов. Пензенская, Тюменская, Ростовская области и Северокавказский федеральный округ. Сердце этого проекта будет находиться здесь, в Карачаево-Черкесии. Это действительно наш мясокомбинат, который сейчас в активной фазе инвестиций, общий объем которых составит почти 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Мы планируем, что с учетом всех перипетий, сложившихся этой пандемией, и разной задержки всевозможной, мы сможем к концу этого года запустить этот завод. Мощность этого завода будет 15 тысяч тонн в смену, в одну или 700 тысяч голов у боя в одну смену. Если говорить про две смены, то это практически 1 миллион 400 тысяч голов. Это огромная цифра. Эта цифра на сегодняшний день сопоставима с 10% всего объема скота, который есть на юге нашей страны. Развитие овцеводства в республике, как и в целом животноводство, одно из самых приоритетных направлений. И мы сегодня делаем первые шаги и уже видим результаты, сказал глава республики. Видим конкретные шаги и результаты того, что сегодня делает компания «Домоты» на территории нашей республики. Вот здесь, на этом откормочном предприятии, будет работать 150 местных жителей. Мы хотим выйти на объем производства приблизительно 15 тысяч тонн на первом этапе баранины в год, с возможностью потом удвоения. Это действительно полный проект, вся вертикальная интеграция. Это будет от генетики. У нас планируется размещение здесь даже баранников, от корм. Что нам очень важно, что это полная кооперация с фермерами. Потом в этой цепочке фермеры – это ключевое звено. Привлечение к реализации проекта местного населения, использование колоссального опыта в овцеводстве, приведет к формированию целого класса современных фермерских хозяйств и сыграет свою положительную роль в повышении занятости и уровня жизни сельского населения, говорили на мероприятии. «Пусть другие регионы сильно не завидуют, но это было создано так исторически, что есть карачаевский черный баран. Это бренд, который, может быть, даже и в мировом масштабе займет свою нишу, потому что действительно вкусный продукт. Это очень качественный и вкусный продукт». Продукция «Дамате» реализуется по всей стране от Калининграда до Владивостока и экспортируется за рубеж. Технология на новой ферме будет соответствовать уже успешно опробированной на других площадках компании. Аладинаева Алиба Астанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Ударный.